Эй, ты что, снимаешь? Мне кажется, он снимает. Кого-то похитили. Некоторых девочек продают их собственные родители из-за нищеты. Когда я только сюда приехала, то могла обслужить сутки максимум 4-5 клиентов. Большинство женщин в борделе уже имеют своих собственных детей. Короче, молодежь, это Александр Булыгин, и это проект «Шаг назад». И сейчас я нахожусь в Даулади, в Бангладеш. Это самый крупный город-бордель во всем мире, где в данный момент проживает около 3000 женщин. И все они заняты секс-экспортом, секс-услугами. Здесь, в принципе, работать начинают девушки уже начиная от 10 лет. Как правило, это девушки из неблагополучных семей, или те, которых украли, или сами родители отдали, чтобы был дополнительный заработок. Бывали даже случаи, что девушки просили дальнобойщиков их подвезти куда-то. Они их сюда привозили и продавали в рабство. Когда девушку выкупают, она должна работать здесь несколько лет, чтобы иметь возможность выкупить себя обратно. И, как правило, это происходит уже к 18 годам. И тогда ей уже абсолютно некуда идти, и она остается здесь и продолжает работать. Все девушки принадлежат к так называемым пимпам, сутенёрам, или здесь, как их называют, мадам. Бангладеш – одна из самых густонаселённых стран в мире. Находится в Азии, на побережье Индийского океана. Страна разделена на 7 регионов, население каждого из которых больше населения Беларуси в несколько раз. Но страна также фактически разделена протекающими через всю территорию реками Ганг и Брахмапутра. Они делят Бангладеш на 3 явных региона – северный, южный и столичный. Именно на реке Буриганга, одним из рукавов, соединяющих Ганг с Брахмапутрой, и находится город Дака с населением около 20 миллионов человек. Сам же Бангладеш с трёх сторон окружён Индией, где, поверьте, людей ещё больше. На границе с Бангладеш находится один из крупнейших и густонаселённых индийских городов – Калькутта. Все дороги между двумя этими городами – промышленным югом страны и сельскохозяйственным севером – Огромное количество дорог обеспечения столицы, как продовольствием, так и рабочей силой, сходятся в одной небольшой деревне, на берегу реки – в Даулади. В этом месте слияния двух рек нет мостов, зато есть порт. Весь транспорт и люди перебираются с одного берега на другой при помощи нескольких паромов. Именно там дальнобойщики стоят в очереди на переправу по дороге в столицу государства – Дакку. Также тут расположена своя автостанция и тупиковая станция железной дороги. Юг страны с десятками миллионов жителей только недавно соединили мостом со столичным регионом. Привет! Расскажи вкратце, что это за место и что тут происходит? Это самый большой город-бордель во всей Азии, даже всего мира. Здесь в среднем около 3-3,5 тысяч проституток, секс-рабынь, которые живут и работают в этой деревне. Средний возраст колеблется от 14 до 18 лет. 18 здесь, в Бангладеш – это вот рассогласие, но половую жизнь начинают намного ранее. Проституция легализована в Бангладеш, но для этого необходимо получать разрешение у полиции. Этот район существует с 1988 года, точнее, существует с этого времени легально. Но и до этого уже долгое время он здесь был, на протяжении многих десятилетий. Скажите, сколько вам было лет, когда вы сюда попали? Когда впервые я сюда попала, мне было около 14-15 лет. Сейчас мне уже около 40. Я тут почти уже 20 лет. Вы сюда сами приехали, вас продали или похитили и привезли? Меня заставили сюда приехать не по собственной воле. Из-за нищеты, нехватки денег, моя семья заставила меня сюда переехать, чтобы заработать денег. Ну как заставила? Продала сутенеру. У вас сейчас есть своя семья? Живы ли родители? Я перестала поддерживать связь с своей семьей очень давно. Я сейчас даже не знаю, живы ли они или нет. Я полностью оборвала с ними все связи. Я говорил, это как клеймо, работать тут проституткой. Если она вернется обратно или будет поддерживать отношения с семьей, и об этом узнают соседи, у ее семьи не будет возможности спокойно жить в обществе. Потому что все будут на них давить и притеснять. Это клеймо. Это оскорбление для семей, члены которой работают в этом городе бордели. А вы в свое время ходили тут в школу или в городе поблизости? У меня не было возможности учиться в школе до того, как я попала сюда. Мои родители были очень бедные, а тут уже было поздно ходить в школу, надо было работать. В начале 20 века, когда Бангладеш был еще частью Британской Индии, правительство Индии разрешило законную проституцию в определенных частях страны. Одним из таких мест была область, где находится сегодняшний город Дауладия. В течение нескольких десятилетий этот район был местом, где работали тысячи проституток. В 1980-х годах правительство Бангладеш решило закрыть все бордели в стране. Однако жители района Дауладия сопротивлялись закрытию борделя, потому что они понимали, что многие женщины, которые работали там, были вынуждены заниматься проституцией, чтобы выжить. Местные жители создали комитет, чтобы защитить права женщин, которые работали в борделе. Они убедили правительство не закрывать бордель, а вместо этого зарегистрировать его официально и выдать лицензии проституткам. Таким образом, город Дауладия стал официальным борделем. Сегодня в городе Дауладия работает более полутора тысяч женщин. Несмотря на то, что бордель был официально зарегистрирован и контролируется правительством, многие женщины, работающие там, по-прежнему вынуждены заниматься проституцией из-за низкого уровня доходов и отсутствия другой работы. Сейчас пятница. Это одна из улиц, на которой полно лавок, на которых сидят проститутки. Вдоль них ходят клиенты, присматриваются, выбирают. В среднем цена 500 таков. Есть за 300, за 200. Это за один час? За одну услугу. За один раз. Если хочешь найти кого-то на более долгий период, например, на все выходные, то цена уже возрастает в несколько раз. На них уже клеймо. Они не могут быть более интегрированы в обычное общество. Их жизнь ограничена этой территорией. Даже если у них есть свои дети. Они живут здесь же, ходят тут в школу. И когда они вырастают, они обычно становятся сутенерами, которые контролируют в среднем 20-25 работниц, продают их клиентам. Именно так и развивается жизнь работниц, которые уже не молоды. А как девушки оказываются здесь? Как они сюда попадают? Много разных способов. Кого-то предала их же семья. Кого-то удочерили. Кого-то продал сюда собственный муж. И что, кого-то могли похитить прямо на улице? Да-да, конечно. Кого-то похитили. Некоторых девочек продают их собственные родители из-за нищеты. Кто-то попал сюда как контрабанда из соседних стран. Все это очень часто случается. Могут привезти из других борделей из соседней Индии или других стран. Вот так они иногда сюда попадают. Но большинство секс-работниц здесь из-за очень тяжелых условий жизни. Бангладеш одна из самых коррумпированных стран в мире. И в списке коррумпированности чиновников, политиков и полиции она занимает лидирующие позиции. В том числе это еще и исламская страна с огромным количеством запретов и правил. И вот этот вот микс из запретов и коррупции позволяет таким местам, как Даулади, а именно этому городу-борделю процветать. Потому что люди в силу того, что им нельзя заниматься сексом или чем-то другим, принимать наркотики, и с тем, что им можно давать взятки, это все приводит к тому, что такие места процветают. И сзади меня как раз полицейский участок. Потому что для того, чтобы посетить Дауладию иностранцу, надо получить так называемое специальное разрешение. Все мы понимаем, что подразумевается под этим специальным разрешением. И пришлось приехать в этот полицейский участок и договориться с несколькими полицейскими, что нам разрешат там находиться. Потому что местные сутенеры не очень любят, когда иностранцы там делают видео. И плюс ко всему прочему, с нами будет приставлен еще один полицейский, которому надо будет тоже немножечко заплатить на ланч. Это будет стоить мне где-то порядка 50 долларов, я не в курсе. Но это такая плата за 3 часа его времени, что он будет меня там охранять. Попасть сюда не так-то и просто. Особенно если есть желание не только воспользоваться услугами, но и сделать фото, не говоря уже об видео и интервью с работницами. На помощь приходит всем любимая коррупция. Для начала надо найти местного жителя, который пожелает с вами туда отправиться. Расстояние от столицы Дакки где-то 80 километров, но с местными пробками дорога занимает почти 4 часа. По прибытии в Дауладию надо купить билет на паром, чтобы перевезти автомобиль в интересующее нас место. Плата за проезд смешная, но не ждите от поездки комфорта. Все в лучших традициях Бангладеш. Затем необходимо отправиться в полицейский участок, где вам предстоит договориться с участковым о выдаче разрешения на съемку видео. У вас запишут все данные и несколько раз уточнят, не представляете ли вы какое-либо СМИ. После огласки в СМИ условий, в которых работают женщины и дети, у представителей данного борделя были проблемы с правительством. Также выдают сопровождение нескольких человек. Полицейского, связующего между полицией и сутенерами, и какого-то мужчину с бейджиком пресса. Чтобы женщины чувствовали себя более спокойно перед камерами, но это не помогало. Все при виде камеры сразу же прячут лицо, так как еще надеются вернуться к нормальной жизни. Но это еще не дает вам права заходить в бордель, а тем более разговаривать с сотрудницами. Надо договориться с мадам. Мадам – это своего рода сутенеры, только здесь это женщины, бывшие работницы борделя. Мадам можно распознать по более уверенному поведению. Они не боятся камеры, на них много золотых украшений и всегда будет айфон последней модели. Именно это мадам и рассказывала, как тяжело приходится им работать, когда их бордели становятся достоянием общественности. Договорившись и обозначив всех людей, кому мне придется заплатить за эту услугу, мы и отправились искать девушек, которые согласились бы с нами поговорить. Вот крепыш сзади меня, который идет, это полицейский, который с нами здесь ходит, и ему мы заплатим за услуги, скажем так, то, что нас здесь никто не пытается ограбить. Те девушки, которые не были похищены зачастую, и работают здесь, зачастую были здесь рождены, потому что по некоторым подсчетам здесь проживает до 3000 женщин и 500 детей, и все они здесь после рождения продолжают жить. Обычно стоимость одной девушки составляет здесь 250 долларов, и поэтому ей приходится работать здесь годами, чтобы себя выкупить, потому что один сеанс стоит в среднем 1 или 3 доллара, и помимо этого они должны платить так называемые налоги, платить за квартиру и платить какую-то часть мадам, которым им владеет. И с 13 лет вы работаете тут проституткой? Да, как только приехала, меня сразу втянули в эту работу. А у вас есть семья, родители? Да, у меня есть родители. Я даже порой их навещаю. До сих пор поддерживаем связь. Так а почему вы не уедете отсюда, в свой дом, к своим родителям? Мы очень бедны. Тут я зарабатываю деньги и отправляю своим родным. Меня предал мой собственный парень. Он меня обманул. Пообещал лучшую жизнь и продал сюда. Обещал жениться, если я поеду сюда работать. Как много вам удается заработать тут за сутки или с одного клиента? Как много вообще клиентов за сутки может быть? Когда я только сюда приехала, то могла обслужить в сутки максимум 4-5 клиентов. В то время это было очень дешево. Максимум могла в сутки заработать 800 тысяч тако. А какая цена за одного клиента? За одну услугу и за целую ночь? За одну услугу 500 тако. Максимум, если ты молода. Зависит от возраста и веса и красоты. Чем толще девушка, тем дороже. Может начинаться и со 100 тако, 200, 300. А за всю ночь 4 тысячи тако максимум. Опять-таки, смотря на сколько молода, красива или в теле. Чем моложе, тем дороже получается. Да, самые молоденькие стоят дороже всего. Как только девушка немного взрослеет, цена сразу падает. Вообще, хватает этого заработка здесь на проживание? Надо ли кому-то платить с них за аренду помещения или налог? Я плачу за аренду помещения, но у меня почти нет денег сейчас. И сколько тут стоит снимать жилье? Три тысячи тако в месяц за одну комнату. У меня есть еще 14-летний ребенок. А ребенок тоже привлечен к этому бизнесу? Моя дочь не работает проституткой. Почти сразу после рождения я отдала ее в другую семью, и теперь она ходит в другую школу. Но сюда, в Давладию, не приезжает. Это и есть то место, где они предоставляют секс-услуги? Да, и секс-услуги, и живут здесь. Все происходит здесь. Работа, уборка, готовка. Здесь же живет она со своим мужем. Если есть дети, они тоже все живут в этой одной комнате. Во время работы, когда приходят клиенты, им надо уходить к соседям или ждать на улице. При этом женщины должны платить аренду мадам, которая выступает посредником между девочками и более чем дюжиной владельцев участка, на котором стоит бордель. Не хочешь забрать с собой? Если бы я был не женат, то, конечно, бы женился и забрал Беларусь. Дети, которые здесь рождаются, начинают работать уже сразу же после первых месячных. У них нет выбора как такового, чтобы отказаться от этого, потому что нет других средств для существования. До пандемии проститутки каждый вечер стояли в узких переулках города, больше похожего на трущобы, а мужчины проходили мимо и выбирали себе женщину. После завершения переговоров клиенты выходили в одну из небольших комнат, которые, как правило, состоят из пестрой кровати и небольшого шкафа. Гости борделя платили всего 2 доллара за сеанс или около 20 долларов за ночь. Ежедневно до Уладию посещали порядка 3000 мужчин. При этом женщины должны были платить аренду мадам, которая выступает посредником между девочками и более чем дюжиной владельцев участка, на котором стоит бордель. По словам женщин, они раньше могли зарабатывать до 60 долларов в день. В некоторые дни эта сумма могла снижаться до 20 долларов. Другие дохода могло не быть вовсе. Проституцию в Бангладеш легализовали в 80-х годах, но многие жители все еще считают это занятие безнравственным и помощь городу проституток не поддерживают. При этом неправительственные организации по защите окружающей среды и правам человека отметили, что около 80% из 135 опрошенных сотрудниц борделя были украдены либо обмануты, после чего и попали в доуладию. По словам директора организации, в стране действует целая сеть торговли людьми, сотрудники которой ищут девочек для проституции. По данным местного благотворительного фонда, который помогает девушкам из подобных мест, большинство спасаемых ими несовершеннолетних девочек в возрасте от 12 до 16 лет. При этом начальник местной полиции отрицал, что в крупнейшем борделе мира в принципе есть несовершеннолетние сотрудницы. И многие проститутки употребляют тут наркотики. Есть ли у них болезни из-за специфики их работы? Да, большинство работниц принимают наркотики, но я нет. Идеал красоты в Бангладеш – это пухлые девушки. Поэтому многие из них сидят на стимуляторах роста, веса, которыми обычно кормят домашний скот в попытке набрать лишний вес. Эти лекарства, предназначенные для крупного рогатого скота, продаются без рецепта и очень дешево. Многие женщины ежегодно умирают от побочных эффектов. Также очень распространен и ВИЧ, и СПИД. И так как о предохранении тут мало кто заботится, некоторые клиенты заставляют их заниматься сексом без презерватива или вообще за бесплатно. А кто обычно пользуется тут секс-услугами? Местные или туристы? Молодые, старые? Туристы приезжали очень давно. Сейчас им нельзя. Это из-за ковида или по каким-то иным причинам? Нет, где-то 15 лет назад сюда перестали приезжать иностранцы. Только местные. Возраст в среднем от 50 до 80 лет. Молодые тоже приезжают, но не так много. Но услуги, которые они предоставляют, это в основном классический секс, без каких-либо извращений. Конкретно у меня только обычный секс. Но были случаи, когда клиенты или доплачивали за свои фантазии, или просто избивали работниц. Вы еще мечтаете о обычной жизни с мужем, с детьми, в своем доме? Да, наверное, еще да. У вас есть мечта? То, о чем я могла мечтать, уже потеряно. Уже нет возможности этого оплатить жизнь. У меня была мечта иметь нормальную семью. Но... А вы ходили тут в школу? Нет, я не могла позволить себе обучение. Вы, как более молодая работница, сколько можете заработать за сутки? Сейчас где-то около тысячи, полторы тысячи таков в день. А есть ли у вас какие-нибудь болезни из-за вашей работы? Насколько могу знать, нет. Но до ковида доход был выше, чем сейчас. Где-то в 2-3 раза больше. 3 тысячи таков в сутки. Людей было больше. Ковид закончился, но поток не восстановился. Вы в основном предоставляете классические секс-услуги? Или, бывает, просят и что-то экстремальное? Нет, в основном классический секс. Ничего жесткого. Проституция в Бангладеша является распространенной проблемой, которая оказывает отрицательное влияние на жизнь многих женщин в этой стране. Хотя проституция в Бангладеш не является законом, она продолжает процветать в тени, часто вынуждая женщин искать заработок в этой сфере. Одна из главных проблем проституции в Бангладеш заключается в том, что многие женщины, которые занимаются проституцией, вынуждены это делать из-за финансовых проблем. Некоторые женщины не могут позволить себе оплачивать счета и содержать свою семью, и проституция становится единственным способом заработка денег. Многие из этих женщин зарабатывают очень мало и вынуждены работать в условиях, которые часто являются небезопасными. Однако из-за предрассудков, связанных с этой работой, многие женщины не получают необходимое лечение или консультацию по вопросам здоровья. Многие семьи в Бангладеш не имеют достаточного дохода, чтобы обеспечивать своим детям нормальное образование и достойное будущее. Дети вынуждены искать заработок, чтобы помочь своим семьям, и многие из них обращаются к проституции как к способу заработка. Бордели в Бангладеш создаются в основном для коммерческой деятельности, связанной с продажей сексуальных услуг. Однако эта торговля Бангладеша является незаконной и неофициально признанной. Поэтому бордели обычно скрыты от общественности и могут находиться в непригодных для жизни зданиях или в джунглях. Они часто не имеют никакой государственной регулировки и контроля, что делает их очень опасным местом для посещения. Ситуация с детской проституцией в Дауладии вызывает глубокую озабоченность во всем мире. Специалисты утверждают, что в этом городе около тысячи детей, в основном девочек, заняты проституцией. Эта практика процветает благодаря многим факторам, таких как бедность и низкий уровень образования, безработица, насилие в семье и отсутствие социальных услуг. Территория самого борделя не очень большая. Где-то примерно 6-7 улиц, но с очень плотной застройкой. В этих домах находятся специальные комнаты, в которых они обслуживают клиентов, готовят себе еду, даже живут. Все происходит в этих трущобах. Большинство проституток, которые здесь работают, есть своя история, как они туда попали. Практически каждая была продана в бордель своим парнем. Кто-то даже был продан сюда из-за супружеской ревности после свадьбы. Кто-то из-за бедности, чтобы хоть как-то поддерживать свою семью. Большинство женщин в борделе уже имеют своих собственных детей. Кто-то отдает их соседям или родителям. Кто-то оставляет их тут и живет с ними в борделе. Но большинство были преданы своей второй половинкой и проданы сутенерам в очень раннем возрасте. И теперь они их собственность. Наиболее востребованный возраст тут у проституток от 14 до 26 лет. В среднем каждая зарабатывает где-то в районе полторы тысячи таков в сутки. Разовый сиан за самую дорогую девушку не будет превышать 500 таков. В зависимости от красоты, возраста, веса. Когда им исполняется 30-35 лет, цена падает до 200-100 таков за секс. В последние два года у них практически нет клиентов. В основном из-за новой дороги, которую построили, чтобы было легче добираться в столицу. Большинство автобусов и фур сейчас уже пользуются новой дорогой. Поэтому количество пассажиров здесь упало. Мы можем сделать общее фото? Все вместе? Да, на улице. По окончании поездки, естественно, полицейские вместе с помощницей запросили в несколько раз больше оговоренных ранее сумм. Платить приходилось чуть ли не за каждое слово на камеру каждого человека, который попал в объектив. Мы должны заплатить этой женщине тоже. Они просят больше. Кто? Этот сутенер. Как много? Так как у меня уже заканчиваются деньги. Ты заплатил уже полиции? Нет. Давай сперва разберемся с полицией. Вся проституция, все похищения, издевательства, принуждения малолетних к сексу. Все поломанные жизни, смерти, все под покровительством полиции, которая и должна с этим бороться. Рождение ребенка, его потерянное детство, разрушенная жизнь и смерть за секс в 2-3 доллара. Все это под пристальным оком в меру упитанного полицейского в одной из самых бедных стран мира. Эй, ты что, снимаешь? Мне кажется, он снимает. Не-не, она выключена. Это был Дауладди, самый крупный город-бордель во всем мире. Что могу сказать по итогу? Очень-очень сложно сюда на самом деле попасть, тем более, если вы хотите что-то поснимать. Немного легче, если вы хотите воспользоваться услугами, тогда ничего страшного, приходите, просто платите деньги и кувыркайтесь, сколько влезет. Другая сторона всего этого, это то, что на самом деле я здесь видел, как работают девчата лет 14-16. Те, кто помоложе, не идут на контакты вообще абсолютно, потому что они еще, может быть, надеются, что им придется вернуться домой или на какую-то новую или нормальную хорошую жизнь вместе с мужем и детьми. Те, кто постарше, в принципе, уже для них все потеряно, поэтому они очень спокойно со мной разговаривали. И что хочу сказать? Взятки ведут к очень плохим последствиям. Все вот это существует только лишь благодаря взяткам и коррумпированным чиновникам и полицейским. Вы сами видели, как с нами ходил весь день полицейский в конце, он отвел нас за угол и попросил денег, а потом попросил еще больше денег. И все они только и просят дай-дай-дай денег за то, что я снимал на эти деньги, которые я им заплатил, чтобы поснимать. Я мог бы снять спокойно пять девчонок и провести с ними, наверное, незабываемо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok